Их две с половиной тысячи. Они практически ничего не видят, но умеют рисовать, поют и танцуют. Екатеринбург присоединился к празднованию Международного Дня Слепых. Целый день сегодня для них концерты, выставки и шествия. О жизни на ощупь. Светлана Папина. В магазин, на почту, в аптеку. Спартак знает больше полусотни маршрутов. Это первая в Екатеринбурге собака-поводырь. С Игорем Кропотовым он уже 10 лет. Понимает хозяина с полуслова. Он встанет перед ступеньками и будет стоять до тех пор, пока я палочкой не нащупаю. Когда я ему говорю вперед, у него команда вперед, это поднять вверх. Собак-поводырей дрессируют в Подмосковье. В Екатеринбурге таких псов только пять. Уникальные способности они демонстрируют в Доме культуры общества слепых. Сегодня здесь праздничный концерт. На сцене вокальные и танцевальные коллективы. Среди участников люди с ограниченными возможностями. На улицах города традиционное шествие слепых. Попробовать себя в роли незрячих предложили и прохожим. Говорят, что можно с помощью трости чувствовать воду. Я ее вообще не чувствую. Я натыкаюсь на предмет. Туловище из печки, вместо головы паяльная лампа. На лодочной станции появился корабль жизни. На создание скульптуры Павла Эрлихта вдохновил слепой путешественник из Екатеринбурга Олег Колпасчиков. На яхте под парусом он прошел шесть морей. В следующем году собирается в кругосветку. Вами управляет слепая судьба. В форме светолом, как капитана, который везет людям свет. Начнем с капитана. Вы просто обратите внимание, из чего он сделан. Это же печка. А сверху у него что находится? Сверху у него котелок. Вот если печку разжечь, у него из головы будет идти дым. Значит, котелок варится. В буквальном смысле прикоснуться к искусству можно было в ДК Виза. Здесь выставка незрячих художников. Получилась собака под названием японский хим. Вот это? Да. Алексей Филатов свою работу узнает с трудом. Его картину доработал зрячий художник. Что получилось в итоге, мужчина может только догадываться. Когда зрячий что-то пытается налить, он пытается рисовать. Мы не пытаемся рисовать. У нас это происходит спонтанно, интуитивно. И, возможно, в этом-то и вся прелесть-то наша получит. В Екатеринбурге две с половиной тысячи инвалидов по зрению. Сегодня они могли попробовать себя в роли поваров и поиграть в гольф. Международный день слепых приурочен ко дню рождения легендарного педагога Валентина Гаюи, который основал первые школы для незрячих людей. Светлана Папина и Николай Малышев. Новости 4 канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова